Ждите, ждите, но при ожидании тоже есть один фактор, который нужно учитывать. На определенном этапе, ну, наверное, лучше всего вам это будет отслеживать через мой канал и подписывайтесь на канал. Когда будет начинаться дефицит, вот только первые звоночки дефицита на рынке материалов, и вот в этот момент надо будет уже докупаться. То есть, скорее всего, ниже уже цену не дадут, и, скорее всего, уже это будет начинаться где-то в ноябре месяце. То есть, в ноябре, в декабре они будут закрывать свои склады и ждать следующего года, 2022-го, чтобы посмотреть, какая будет конъюнктура, и чтобы не проиграть, потому что может так получиться, что цена опять начнет космически быстро расти. И если они с такой же скоростью не могут заполнять свой склад, то, скорее всего, они будут придерживать товар. Всем привет, вы на канале Строим Правильно. Сегодня выпуск по поводу пиломатериалов и о том, что совсем скоро рванет. Знаете, за последнюю неделю, наверное, неделю-две, ко мне очень много людей написало личные сообщения, там, ВКонтакте, о том, что, ну, когда уже пиломатериалы подешевеют. И уже заметно, что у большого количества людей определенный такой зуд, да, то есть, как бы, уже надо, уже куда откладывать, уже зима скоро, уже нужно построиться. Уже зудит, уже зудит, уже не в моготу, уже, уже нервы сдают, уже готовы строиться за те деньги, за которые сейчас предлагает рынок. Но в этом видео я вам расскажу о тех трендах, которые сейчас формируются в отрасли. Давайте начнем, наверное, с таких звоночков, которые нам косвенно указывают, куда пойдет цена совсем в ближайшее время. К примеру, совсем недавно услышал о том, что, там, один заготовитель леса продает 2000 кубических метров кругляка по 4500. Выдержал паузу. Для вашего понимания, для тех, кто, ну, немножко далек от строительной отрасли и от ценообразования, вот 4500, это как раз цена зимы 2020 года, 2021 года. Либо вот эта завышенная цена, не знаю, там, так же зимы, весны, не знаю, там, сезона 2020 года. То есть 4500 за кругляк, это примерно в старом образовании цен, ну, цена в районе 12 тысяч, там, даже не 12, а 9 до 12 тысяч за кубический метр. Как я и говорил, что в конце, то есть, вот, они дотянули, многие дотянули, и у них есть этот кругляк, и ему сейчас некуда девать. Спрос на рынке вообще сейчас никакой, он умер. Да, второй звоночек. Спрос умер. И ему теперь этот кругляк надо куда-то девать. Они его заготовили достаточно много. А все, заграница как-то немножко схлапывается, внутренний рынок схлопнулся уже еще весною. Куда этот кругляк девать? Будет гнить? Извините меня, 2000 кубических метров? Блин, у кого-нибудь, если калькулятор есть под руками, посчитайте, сколько это в деньгах. Сколько это в деньгах? 50. Это в уровень 9 миллионов рублей. Да, это 9 миллионов. 9 миллионов рублей, да? Кто-то думаете, даст 9 миллионам рублей сгнить? Не думаю. Второй звоночек. Отсутствие спроса. Если в таком режиме отрасль проработает еще месяц, полтора-два, для очень многих игроков на рынке это будет большими сложностями. Очень большими сложностями. Многие арендуют достаточно большие площадки и в очень хороших местах. А для того, чтобы такую площадку обеспечивать, обеспечивать зарплату персонала, грузчиков, это достаточно внушительные деньги, которые требуются каждый месяц. Поэтому, пока деревянщики уперлись рогами, ценник по пиломатериалу держат в районе 17-18 тысяч. Но, вот все косвенные сигналы, а их у нас три, это кругляк по 4 500, то есть уже начинают скидывать кругляк. Не хотят, чтобы он сгнил и деньги пропали. Второй момент. Отсутствие спроса. И третий момент. Затоваривание на площадках. Обратите внимание, я вас вот очень прошу, это легко отмониторить, но проедьте по площадкам, на которых торгуются пиломатериалами. Посмотрите, насколько они завалены лесом. Есть у них лес, нет леса, и это можно оценить по разным параметрам. Также по лесопилкам. Если вы по лесопилкам едете, она стоит и она не пилит, и он говорит, у него просто так быстро лес разбирают, то вы хотя бы должны тогда увидеть, а горы опилок, если у него лес так быстро разбирают, потому что пилорамы, любая переработка древесины, это большое количество опилок. Просто очень большое количество. Это горы. По поводу цены, которую я бы ждал. Ну, вот смотрите, исходя из опыта, я еще не знаю ни одной осени, ни одной зимы, когда пиломатериал не подешевел. И прошлый год, к примеру, не самый, наверное, показательный в сравнении в цифрах. В прошлом году в сезон пиломатериал доходил до 13500. В зиму он скорректировался до 10500. До 10500. 3000 лак. Я думаю, что в этом году ценовой лак будет больше. Порядка до 14000 рублей. Может быть, до 13000. Это достаточно внушительная сумма, чтобы вы понимали, какой-нибудь там каркасный дом, нормально построенный, размером, я не знаю, 7 на 8, это примерно 25-30 кубических метров пиломатериала. Да, то есть, и этот каркасник, это либо 450 тысяч рублей в пиломатериале, либо 540. 90 тысяч – это внушительная сумма денег. Это практически сумма, на которую можно купить USB для того, чтобы обшить весь дом. Там, по наружке. Еще даже останется, еще крышу можно сделать. Поэтому я всем настоятельно рекомендую потерпеть, немножечко потерпеть, набраться терпения и дождаться нормальных цен. Пока цены завышены, они сейчас на своих максимумах, и покупать на максимумах, как бы у вас нервы не сдавали, не стоит. Я рекомендую подождать. Теперь по поводу USB. Мне уже кучу народу пишет и пишет, пишет и пишет, и постоянно приводят в примеры крупные сети, крупные сетевые магазины, крупные рынки в своих регионах, в которых цена такая-то. Друзья, я не могу, когда с этим спорить. И у нас такая же ситуация. У нас в Челябинске, в Дюра-Мерлен, ОСБ стоит 1713 рублей за лист, или 1740 рублей за лист. А я ее сейчас могу уже покупать по 1100 рублей, потому что я ее буду покупать у узконаправленных компаний, работающих с листовым материалом. ОСБ, фанера, ЦСП, ГСП, ДСП и так далее. Вот они специализируются конкретно на листовых материалах. У них склад быстро обновляется. И они дают хорошую цену, уже исходя из конъюнктуры. Смысл им ждать клиента по 1700? Если он по 1100 фуру продает за один день. Со своей наценкой. Ребята приезжают с соседнего рынка, покупают у этого же более крупного, так скажем, дилера ОСБ и продают у себя на 100 рублей дороже. Так они 100 рублей с листа зарабатывают. И люди, когда видят у них цену 1200, дай 2, дай 20 листов. Так оно все происходит. Потому что они везде крупными сетями напуганы уже ценами. И когда они видят, ничего себе. Да блин, сказка. Давай впрок наберем. Давай еще по карманам растолкать. Еще детям и внукам оставим. Поэтому те, кто не жадничают, сейчас в принципе начали или продолжают зарабатывать. Как мне сказал один из моих товарищей, поставщиков. Говорит, Максим, сейчас вот в рынке происходит усреднение позиции. Очень много компаний, кто набрал ОСБ по более дорогим ценам. Они сейчас закупают по более дешевым. А средняя цена у них покупки ОСБ и продажи начинает потихоньку уменьшаться. И сейчас, он говорит, вот эти остатки будут распроданы, и цена будет еще ниже. С большой вероятностью. Я говорю, окей. Я говорю, дай мне, пожалуйста, знать, когда цена опустится ниже тысячи рублей. Будем смотреть динамику, и я в принципе уже буду готов рассматривать ОСБ для покупки там на уровне где-то 800-700 рублей за лист. И это будет уже для меня более или менее цена. Выше, ну, если предпрёт, куплю, как бы пока покупать не буду. И это опять же для тех, у кого назрели стройки, и кто так или иначе, либо какие-то доделки свои дачные, недачные. Ждите. Ждите. Но при ожидании тоже есть один фактор, который нужно учитывать. На определенном этапе, ну, наверное, лучше всего вам это будет отслеживать через мой канал и подписывайтесь на канал. Когда будет начинаться дефицит, вот, вот только первые звоночки дефицита на рынке материалов, и вот в этот момент надо будет уже докупаться. То есть, скорее всего, ниже уже цену не дадут, и, скорее всего, уже это будет начинаться где-то в ноябре месяце. То есть, в ноябре, в декабре они будут закрывать свои склады и ждать следующего года, 2022-го, чтобы посмотреть, какая будет конъюнктура, и чтобы не проиграть, потому что может так получиться, что цена опять начнет космически быстро расти. И если они с такой же скоростью не могут заполнять свой склад, то, скорее всего, они будут придерживать товар. Вот это нужно учитывать. это будет одним из факторов, который будет влиять на цену. Искусственный дефицит, дефицит, он гонит цену всегда вверх. Поэтому вот эту тонкую грань с покупками строительных материалов, ее нужно поймать. Пока мы сейчас находимся в пике сезона, и лес реально уже гниет. Лес гниет. Опять же, для того, чтобы проверить мои слова, проедьте по площадкам спиломатериалов, на которых уже лес копится. Невооруженным глазом видно, что лес синий, либо чернеет, и даже лежа на проложках, он все равно продолжает синеть, чернеть и портиться. И вот сейчас цена на своих исторических максимумах, ну так скажем, пока, по крайней мере, надеюсь, дальше не пойдет. Плюс качество максимально уже низкое. Вот сейчас самая поганая часть сезона. Вот сейчас самая поганая часть сезона, в которую не стоит покупать пиломатериал. Сейчас надо перетерпеть. Должны прийти нулевые и минусовые температуры, для того, чтобы снова пошел нормальный лес. И лес уже не портился. Понимаете меня? Надеюсь, до этого места многие досмотрели как бы, и учтут этот момент при своих строительно-монтажных работах. потому что надо перетерпеть. Вот самое поганое время для леса это конец июля, август, порой начало сентября. Потом опять ситуация выравнивается, и ценники идут вниз. Надеюсь, видео вам понравилось. Для тех, кто досмотрел до конца мой личный лайк каждому и плюс пять карми. Кто не подписался на канал, подписывайтесь и не забудьте произвести оценку перед тем, как закончить и смотреть видео. С вами был Максим на канале Строим Правильно. Всем пока.